Всем привет! В эфире нехта и события, место которым в новинках. На лайв-канале мы продолжаем информировать вас о том, что происходит вокруг, ну а прямо сейчас поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если не сделали этого раньше и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие новинки. Не забывайте делиться выпусками с близкими, пусть еще больше людей знает правду. А мы начинаем. Сегодня в выпуске мы расскажем, что такое быть соседом министров современной Беларуси. Как чиновники Гомеля отмывают деньги? Почему грустит Тапузидис? Режимные подданные врут в глаза диктатору ВОЗ, а их идол всему народу. Хунта отблагодарила за лояльность чиновника. Кого под видом мигрантов отправляют в ЕС? Новые трагические случаи в Беларуси. Что нужно сделать в Беларуси, чтобы у тебя изъяли автомобиль или получить срок? Достаточно просто соседствовать с министром. Если кто-то еще живет в розовых очках и считает, что псы нелегитимного щемят только свободных беларусов, которые выходили на марши или просто активно высказывали свою позицию в социальных сетях, то нет. Они готовы исполнить и самое поразительное, что исполняют любой приказ руководства, даже когда он напрямую связан с личной неприязнью в отношении ни в чем невиновного человека. В стране не осталось офицера, который не продал бы свою честь за льготы, привилегии и звездочки. Остались только наемники, точно знающие, что они нарушают закон и все равно идущие на заказуху, поступившую напрямую от министра. Цель спецоперации – доставить проблем соседу чиновника. Ну и вот, надо было как-то машину забрать. Вот забрали. Придумали. Протокол еще составили, что вот это такое. В отношении Калиновцев составляли протокол часть 1, 19, 1. А это мы составили 19, 11 по собственному у него в телефоне, зарегистрирован на Next. На запрещенную, да? Да. Ага. А осмотр у него по месту жительства все сделали, да? Ну это раньше мы делали. А это Калиновский кто такой? Это вот этот, может, которого мы... Блядь, как это... Ну за что он вообще? Что он себе представляет? Чего этого Калиновского зацепления? Это у министра на контроле стоит там, где он, блядь, сосед, сосед одного из дочерей министра там сельского хозяйства, так скажем. Поэтому там у них война между собой. Сказали, что под ним, под ним поработать. Вот и все, он работает. А он бычевышник, да? Нет. Нет. Он бывший, бывший сотрудник финансовой милиции. Ага. Сидел в тюрьме строгого режима по 209-й, 53-й. Мошенничество. Да. Ну и вот у них ссоры, так сказать, там соседские. Ну и вот аж дошло до верха. К нам ни хрена не обращались, а вот аж по самому-самому верху прошлись и спустились к министру, и потом министр уже спустился сюда помиже. Короче, как такова политика тут не политика, да? Вообще никакой, абсолютно. Все, я понял. Здесь просто задача стоит, чтобы его на место поставить. В Гомеле, судя по всему, решили бороться с фекалиями. Сразу можно подумать, что речь о смысле жизни наемников бывшего президента. На говно есть смысл нашей жизни. Всю жизнь мы высираем говно. Но, увы, это не о карателях. Речь о памятнике Ленину в Гомеле. И вроде бы, ну что тут такого? Пусть помоют, реставрируют, будет чистенько. Но местные чинуши либо заботятся исключительно о благодарности в конверте от исполнителя, либо все же об эстетике. А судя по стоимости работ в 34 305 рублей 45 копеек, сей деликатный процесс будет осуществляться золотыми лопатами. Гомельские чиновники давно стали передовиками по распилу бюджетных средств. Еще недавно жители города радовались флагштоку стоимостью в 1,5 миллиона рублей и туалету за миллион долларов. Возможно, областной центр, благодаря ежедневному созерцанию прекрасного, первый в стране познает дзен. На литовской таможне в Клайпиде задержали контрабанду на 2 миллиона евро. 540 тысяч пачек Винстона находились на этот раз в минеральной вате и без акцизных марок. Фуру управлял гражданин Литвы. Он задержан, как, собственно, и груз, и автомобиль. Контрабанда направлялась в Швейцарию. Откуда ехал автомобиль и где выпустили сигареты, литовцы не сообщают. Но таможенники говорят, когда выявляется крупная партия контрабанды, где-то грустит один-то Пузидис. По итогам встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге было опытным путем определено, что наличие двойной фамилии не добавляет человеческому мозгу извилин. Лукашевский государственный и политический деятель, депутат Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов Людмила Макарина-Кибак, общаясь с высокопоставленным гостем, заявила, что методы, предпринятые хунтой в борьбе с короной, привели к успеху. И весь мир понимает, что именно наша модель оказания помощи была правильной. Именно эта тетя в свободное от выслуживания время работает в РНПЦ о тареларингологии. Люди, видимо, пора побеспокоиться о своем состоянии здоровья у коллег. Она почему-то не слышит, не видит и не замечает очевидных вещей. Весь произведенный в Беларуси кислород идет в больницы, и предприятия производят его на полную мощность. Внушительные очереди в морге и церкви. В больнице массово закупают мешки для трупов. Реальная статистика заболеваемости и смертности от коронавируса тщательно скрывается. Настоящие цифры не знает никто, но из слитой паспортной базы киберпартизанами можно предположить, что избыточная смертность превышает 32 тысячи человек. Для понимания, это равносильно населению города Береза. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Нынешняя ситуация в мире характеризуется подъемом заболеваемости ковид. Бродит дельта. Подъем очень серьезный. Вокруг Беларуси страны испытывают, в том числе и в Беларуси. Лгут во всем и продолжают действовать исключительно в колхозном стиле по принципу кнута. Даже за обещанием никого не принуждать к вакцинации, после выключения камер следует приказ сделать все в точности наоборот. Студентам угрожают изоляции на отдельном этаже и реальным ограничением свободы с возможностью выхода только на занятия по расписанию и в магазин, и аптеку. Но не дольше, чем на 40 минут. Возможности съездить к родителям домой на выходные тоже обещают отказывать. Правда, в действующем законодательстве у учреждений образований таких опций не предусмотрено. Прекрасный повод и тугодумам в чиновничьих креслах задуматься о адекватности своего нанимателя. Режим научил их всех регулярно говорить «ну вы же сами все понимаете». А вот понимать даже служителей отказывается и пожирает своих за недостаточную лояльность. Такая судьба настигла директора диктаторского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Анатолия Макаревича. Его попросту уволили. Чиновник продержался на посту всего год, собрав за это время множество отрицательных отзывов спортсменов. Но причиной увольнения послужила подпись за выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарика. Практически сразу после того, как Макаревич заступил на должность, в РЦОП начались чистки. Как говорили между собой сами спортсмены, нового директора специально прислали из Минспорта, чтобы он наводил порядок после выборов, и прессовать несогласных было его задачей. Теперь порядок, за который он так рьяно боролся, навели в отношении него самого. Европейские медиа все чаще высказывают свою обеспокоенность тем, что белорусская хунта вместе с нелегальными мигрантами отправляет Евросоюз террористов. Литовские ведомства уверяют, что ситуация под контролем, и все угрозы пресекаются на начальной стадии. Однако специалисты, отвечающие за нацбезопасность, говорят, что факты проникновения в Литву таких лиц все-таки есть. Лауринас Кощунас, председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, сообщил, что установлены более 10 лиц, которые попали в Литву как нелегалы, а потом выяснилось, что они связаны с той или иной террористической организацией или группировкой. По его словам, 4 такие человека уже высланы из Литвы. Еще около 10 находятся под наблюдением. Решение о их депортации пока не принято. В среду в парламенте состоялось закрытое заседание комитета по этому поводу. В нем приняли участие главы всех силовых блоков страны-соседки. Кощунас подробности встречи не комментировал, но не отрицал, что больше всего опасения вызывают нелегальные мигранты из Ирака. 14 октября пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин в очередной раз напомнил коллегам, что кризис на границе организован именно хунтой. Белорусские турагентства высылают приглашения потенциальным мигрантам, а МИД в Беларуси выдает им визы. Они ночуют в белорусских гостиницах, контролируемых режимом. Затем белорусские силовики приводят мигрантов к границе, а часто даже участвуют в уничтожении приграничных укреплений. Мы рассчитываем, что наша твердая позиция по охране границы принесет эффект в виде давления на режим в Беларуси. Мы хотим создать такую ситуацию, чтобы Беларусь сама начала захлебываться от мигрантов, которых она высылает нам. Политик рассчитывает, что это заставит Лукашеску отказаться от своего решения, но не считает, что это произойдет быстро. В отличие от белорусских пустомель, польские чиновники подтверждают сказанное дело. Парламент Польши вчера проголосовал за поправки, которые позволяют разворачивать обратно нелегальных мигрантов на границе и не рассматривать заявления об убежище, поданное после незаконного пересечения границы, если мигранты не прибыли напрямую из опасной зоны, а значит белорусам переживать не за что. До этого Польша приняла серьезные меры для борьбы с гибридными агрессиями, развязанные против нее режимом Лукашенко. Захватившая власть хунта не может обеспечить безопасные условия труда сотрудникам. Ежедневно что-то выходит из строя, горит и случается. К сожалению, последствия нередко забирают человеческие жизни. Вчера утром загорелось недостроенное здание на территории бройлерной птицефабрики в городском поселке Верховье под Витебском. Пожар удалось потушить, но под обрушившимися конструкциями нашли труп 57-летнего строителя. Причина возгорания осталась неизвестной. Одним из постоянных мест трагедии стал Беларусь-Калий. 14 октября в районе 12 часов на руднике первого рудоуправления машина с работниками врезалась в стену. Рабочий автомобиль вез на смену работников трест шахта «Спецстрой». В результате столкновения машинист подземных самоходных машин получил травмы. Напомним, 30 мая в шахте Беларусь-Калия на горизонте 620 метров был смертельно ранен машинист 1966 года рождения. Суд железнодорожного района Гомеля признал Великое княжество Литовское террористическим государством. В ходе обследования головного мозга депутата Людмилы Макариной Кибак в нем обнаружено желание поставить подпись за выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико. Она была снята со всех занимаемых должностей. В Беларуси сейчас новый тренд – подарить ветеранам и многодетным матерьям сельхозпродукты, а раструбить об этом так, словно самолет подарили. На днях глава администрации Новобелецкого района Гомеля поздравил многодетную мать аж целым мешком картошки. Видно, руководитель района взял за пример опыт мэра Томска, где 4 года назад торжественно открыли водопроводную колонку. Больше такого не будет. Меньше чем за 2 месяца здесь установили 29 водопроводных колодцев, и теперь водоснабжение может появиться в каждом из 78 домов. В Гомеле вместе с руководителем района вручать подарок приехали идеолог, а и же с ним члены БРСМ и Белой Руси, которые накануне организовали акцию «Поделись с ветераном картошиной». Так и собрали целый мешок. На Шчучинщине? Шчучинщина. Подростки представились милиционерами и забрали у прохожего конфеты и шимпанское. Сказали на экспертизу. Мужчина не поверил, но отдал. А попробуй не отдай. А вдруг настоящие менты? Убьют же? Свежий пример с минской квартирой налицо. Приходят бандюганы, выламывают дверь. Оказывается, это КГБ проводит спецоперацию. На Шчучинщине подростков выдал только слишком молодой возраст. А вообще для грабителей в Беларуси сейчас золотое время. Представился сотрудникам милиции и делай свое дело. А документы спросят. Так и в морду можно дать. И даже срок. В Москве задержали белоруса, который гонял по парку белок. Оказалось, это не хулиган, который не любит животных. Человек просто наелся волшебных желудей. Как следует из милицейского протокола, гонял он животных потому, что те не захотели научить его разговаривать с деревьями. А после того, как его друг Леший улетел на метле, стали приставать к мужчине с неприличными предложениями. А потом я говорю, пойдем кудяпликов настреляем, пожарим и съедим. Видно, волшебные желуди подействовали и на служителя парадка. Иначе как можно объяснить строки из протокола, что задержанный выкрикивал мысли? Судя по последним событиям, такие желуди регулярно употребляют и в высшем белорусском руководстве. Об этом свидетельствуют их решения и действия. Одним словом, новинки. На сегодня это все новинки, о которых мы успели рассказать. Благодарим вас за внимание и активность в комментариях. Самые оперативные новости традиционно в наших телеграм-каналах. А в их описании вы найдете ссылку на анонимный телеграм-бот, куда можно безопасно прислать важную информацию. Адреса всех каналов Нехта неизменны, в том числе и Инстаграм. Если вы хотите поддержать нас финансово, переходите по ссылкам под этим видео или жмите на кнопку «Спонсировать». До скорого! Живе Беларусь!